2021 год возможно обойдет казахстанскую историю как год всплеска на рынке сделок с недвижимостью эксперты отмечают показатель в сравнении с предыдущими временными отрезками вырос практически на треть цифры впечатляющие а общая сумма заключенных договоров купли-продажи заоблачная а как известно где вращаются большие деньги там высок риск наткнуться на мошенников сегодня мы как раз и поговорим какие риски существуют на пути к собственным квадратным метрам и как защитить себя от жуликов аферистов и прочих элементов готовых покуситься на вашу жилплощадь я алия убыкирова и эта программа народная экономика не секрет практически для любого казахстанца обзавестись собственным жильем если не цель номер один то точно одна из приоритетных некоторые из нас берут в долг у знакомых или родственников влазят в ипотеку или терпеливо копят и вот он настает тот долгожданный момент вы собственник недвижимого имущества но только представьте что эйфория длится недолго как вы уже сталкиваетесь таким понятием как нехорошая квартира здесь нужно понимать под нехорошими квартирами наверное имеется ввиду проблемы с документами либо как показывает практика которые могут со временем стать проблемными то есть когда собственники квартира обращаются правоохранительные органы в связи с тем что возможно как-то по ошибке выдали доверенность кому-то либо какие-то были там скам схем мошенничество со стороны собственников предыдущих и вследствие этого квартиры становятся нехорошими но если эта квартира не хорошая то безусловно все идет все только оканчивается судами только спор только суд разрешает данный спор и суд разрешает в итоге кому останется данная квартира кто прав кто вина кто не прав так скажем порой гражданские тяжбы длятся годами и даже если вы добросовестный покупатель это еще не значит что вы сохраните за собой жилплощадь как вам казалось купленную по закону а потому перед заключением договора купли-продажи проявите немного терпения и проверьте по возможности документы на приобретаемую недвижимость при покупке надо смотреть естественно про устанавливающие документы на технические документы то есть это техпаспорт при осуществлении сделки нотариус является гарантом сделки гарантом чистоты сделки нотариус есть документы перепроверяет то есть все ли в порядке готова ли квартира к сделке здесь необходимо понимать нотариус работать с документами по факту и сам не проверяет всю историю предыдущих сделок это касается первую очередь вторичного жилья эксперты советуют если вы решили купить себе квартиру не от застройщика то лучше воспользоваться услугами специализированных агентств по недвижимости заключив при этом договор где будет четко прописано что в случае какой-либо проблемы агентство возместит ваши потери и вот на что советуют обратить внимание в первую очередь наш эксперт это зависит от многих факторов это таких как на каких основаниях было продано квартире то есть это гендоверенность была ли это доверенность на продажи определенной квартиры то есть в случае гендоверенности там как бы больше верится что квартиру отберут но помимо этого также еще учитываются факторы человека который приобретал эту квартиру принято считать что проблемные квартиры встречаются только на вторичном рынке, и поэтому при покупке такой недвижимости необходимо максимально быть бдительными. И, как мы уже отмечали, проверить документы. Специалисты также советуют обратить внимание на следующие факторы. Цена приобретаемой недвижимости. Если она необоснованно занижена, то стоит насторожиться. Далее выяснить, собственник ли вам продает квартиру или действует на основании доверенности. Также следует поинтересоваться причиной продажи. Казалось бы, такой простой вопрос, но может заставить нервничать мошенников, тем самым выдав себя. Но все это относится ко вторичному рынку жилья. А как же с новой недвижимостью? К сожалению, и там встречаются нехитрые схемы обмана. И вот самое распространенное. На первичном рынке часто встречаются продажи, двойные продажи квартир. То есть недобросовестный застройщик одну и ту же квартиру продает нескольким людям. Затем они уже между собой спорят. Застройщик, как правило, уже покидает эту ситуацию, так скажем так. Убегает, либо уже попадает в орбиту уголовного преследования. А остаются люди, которые купили эту квартиру. И они уже между собой решают судебный порядок, кому она в итоге достанется. В общем и целом, к такому делу, как покупка квартиры, нужно подходить очень серьезно и кропотливо. И спешка в этом не лучший ваш союзник. Здесь важна каждая мелочь. Даже если вы и не попадете в лапу мошенников, то правильно оформленные документы – гарант того, что в будущем у вас не возникнет проблем с продажей вашего недвижимого имущества. Еще раз отмечу, гарантией вашей безопасной сделки может выступить специализированное агентство с многолетним стажем и опытом на рынке недвижимости. Еще один вариант сохранить свои инвестиции в жилплощадь – это титульное страхование. В данном случае вы застрахуете прекращение права собственности. И последнее, очень важное, никогда не соглашайтесь прописать меньшую цену в договоре по просьбе продавца. Потому как в случае судебного дела вы сможете рассчитывать на возврат только той суммы, которая указана в сделке купли-продажи. И к другим событиям из мира отечественной экономики. Все, что произошло в Казахстане и как эти события могут повлиять на дальнейшие финансовые показатели страны. Аналитический портал «Финпром» посчитал среднюю заработную плату в гендерном разрезе. По данным интернет-издания, мужчины в Казахстане зарабатывают примерно на треть больше, чем женщины. 243,5 тысячи тенге против 182,7 тысяч. При этом в отраслевой структуре наибольшая разница заработных плат наблюдается в сфере искусства и досуга, финансовой и страховой деятельности и промышленности. В основном женщины заняты в торговле и авторемонте, в образовании, а также в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Меньше всего в сфере информации и связи. В Казахстане увеличили сумму вознаграждения сборщикам вторичного сырья в два раза. Это сделано для расширения географии сбора перерабатываемых отходов и создания привлекательных условий для отраслевого бизнеса. Как отмечает интернет-издание Капитал КИЗ, вопрос повышения тарифа в проекте Эко-Колдау согласован с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов. К примеру, размер субсидий за тонну стекла теперь составляет немногим больше 44,5 тысяч тенге. 52 797 тенге заплатят за сбор тонны пластиковых отходов и почти 40 тысяч тенге составит вознаграждение за тонну макулатуры. Отметим, все тарифы привязаны к месячному расчетному показателю. За последний год пшеничная мука высшего сорта в республике в среднем подорожала на 15%. Наивысший показатель, как ни странно, зафиксирован в житнице страны Североказахстанской области. Рост за год 27,7%. Однако по стоимости этот продукт в регионе гораздо дешевле среднереспубликанских цен – 222 тенге. И еще цифры. За килограмм молотого зерна в столице просят 326 тенге. Это, кстати, самый высокий показатель в Казахстане. Самую дешевую муку продают в Павлодаре. Там тысяча граммов этого продукта стоит 180 тенге, или в 1,8 раза дешевле максимума. В среднем же в республике килограмм муки высшего сорта стоит 248 тенге. В правительстве определили виды деятельности, относящиеся к креативному сектору экономики. 55 наименований по 14 направлениям. Это дизайн, искусство, мода, кино, музыка, телевидение, медиа, информационные технологии, компьютерная графика, компьютерные игры, издательское дело, архитектура, маркетинг и образование в сфере культуры. Теперь намерены создать венчурный фонд, который будет поддерживать объекты в этом секторе предпринимательства. И, как заявил первый заместитель премьер-министр Алихан Смаилов, для развития креативной экономики у Казахстана есть необходимый человеческий капитал. Теперь же нужно создать институциональные условия, при которых заниматься творчеством в стране станет комфортно, а продавать креативную продукцию на мировой рынок легко и выгодна. С вами была Алия Аубакирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова